Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Получила очередную посылку с сайта iHerb. Это посылка номер один за май месяц. Про БАДы я уже сделала видео в предыдущих обзорах. Смотрите, ссылочка будет под видео. Видео я уже отсняла. Сейчас я вам расскажу, что здесь было косметического в этой посылке. Про пудру, такую Physician Formula. Я ее заказываю уже повторно. Очень хорошая пудра. Я перед этим заказала ее, по-моему, в наличии не было. Вот такую BB впервые. Она мне совершенно не подошла. Она какая-то как... Хотя у нее там и частички есть какие-то, вроде как, светоотражающие. Но она очень какая-то матовая получается. Такой какой-то землистый цвет лица. Хотя по тону, если так осмотреть, то тон я выбрала правильно. Вроде как мой, такой немножко смугловатый. А вот эту я с удовольствием пользуюсь. Вот так вот она выглядит. Вот так. А эта? Это более такая пыльная. Вот они даже, видите, как это такая кремовая, которая сверху синенькой баночки. А вот эта вот она пылит. Пылит она, если... Я ей даже, например, кисточкой не могу. Она очень сильно распыляется. Только спонжиком для пудры. Вот. По цвету она вот так на руку наносишь вроде нормально. Но на лице она какая-то выбеленная. Такое лицо какое-то такое получается... Какое-то бледное, что ли, лицо. На руке нормально смотрится. Это SPF 30 что-то это, Биби. Ну, вот мне она не подошла. Смотрите, может, вы любите какие-то более такие матовые, сухие такие тона. Еще раз покажу. Вот такая вот она. Даже видно, что она такая... Пылит, как вот говорят. Конечно, хорошо распределяется, но потом какой-то вот появляется такой светлый, какой-то землистый цвет. Вот такую. Хотя там... Хотя вроде как и частички есть такие, что она не матовая, должна смотреться. Глянцевая. Ну, она и смотрится, наверное, глянцевая. Но из-за вот этого белесости этой она как-то неестественно смотрится. А это вот такой более естественный у нее цвет. Ну, по крайней мере, на моей коже она так смотрится. Вот. Поэтому я второй раз ее заказала. Тем более, что я бы лучше бы заказала, конечно, их предыдущую. Они уже не выпускают. Инстареди у них была пудра. Инстареди называлась. Она такая была. И трех цветов она была. И там... И бронзер она сразу. И как хайлайтер. Все там было, можно сказать. Пока я ничего лучше не нашла. Из косметики такой более-менее натуральной. Это Physician Formula марка. Поэтому я вот второй раз заказываю эту пудру. Можете попробовать. Тут еще кисточка прилагается. Ну, ей пользоваться, в принципе, не получается. Они неудобные, эти кисточки. Я ими не пользуюсь. Тут зеркальце еще. И тон называется Creme Natural. Тон называется. Вот. Единственное, тут надо осторожно, когда открываете. Первый раз ломается быстро крышечка. Вот эта. Вот она автоматически открывается. На кнопку нажимаешь, она открывается. И больше ее сильно не надо терепить и трогать. Потому что она очень нежная. Такой пластик такой неэластичный. А вот эта что-то мне не пошла. Она какое-то бледное такое лицо. Вот не нравится мне. Сколько не пробовала. Я ее как-то пытаюсь использовать тоналку потемнее какую-то. Потом ее. Но все равно. Бледное какое-то лицо получается. Хотя, в принципе, тон здесь не светлый. Но вот в ней какие-то частицы есть, которые высвечивают. Тогда BB может этот эффект. Но BB он должен подстраиваться, я так понимаю. Цвет здесь Light Medium. Середний как бы. Светлый. Еще открытие года. У меня вот такой дезодорант. Я повторно заказала. В прошлой посылке я показывала. Бергамот мята с ароматом. Это дезодорант Freedom марка. Это очередной будет мой любимчик, я чувствую. Потому что очень хорошо он действует. Но я это сразу поняла. Потому что отзывы на него хорошие были. Очень на Амазоне. Он очень экономно расходуется. Несмотря на то, что он там на доллара. 3,5 доллара. 14 долларов Real Purity. Вот мой любимый предыдущий стоит. А этот 17,50. Но он, я думаю, его на дольше хватит. Его где-то вот такой уровень за неделю. Или 10 дней у меня, наверное, он. Вот сейчас вот такой уровень где-то его. Вот на просвет видно. Да. Вот столько. Здесь чуть-чуть меньше с этой стороны. Ну, в общем, вот столько его. А когда он новый, практически вот столько. То есть одинаково. Почти я его не использовала. Этот дезодорант, он кремовый, можно сказать. Очень похож, например, если бы вы купили Шмидтс в баночке. И пользовались бы лопаткой или пальцем наносили его. Это тоже. Его просто не надо очень много выдвигать. И тут очень такие сглаженные края продуманные. Например, Шмидтс царапает края. Здесь все хорошо. Получается, что вы используете его как непосредственно на кожу. А потом уже можете часть дезодоранта, если какой-то размазалась, снять отсюда. И распределить на теле. Это очень хорошее у него действие. У него как и подсушивающий есть. Потому что здесь глина и сода в составе. Натуральные масла. Здесь ни одного я не нашла ингредиента, который был бы какой-то непонятного названия. Вот этот, который я второй купила. Он без запаха идет. Для чувствительной кожи. Потому что здесь есть сода. И если, например, на раздраженную наносить кожу после бритья, например, то может жжение быть. Поэтому это учитывать. Если люди какие-то начнут публиковать кровавые фотографии, то это понимаете, что они просто не учитывали этот момент. Нужно или не сразу наносить его, или, я не знаю, как-то другим дезодорантом пользоваться. Желательно его непосредственно после бритья не наносить, потому что есть сода. И может жжение какое-то быть. Вот этот дезодорант первый я покупала. Бергамот мята. Он с натуральным ароматом, таким цитрусовым, таким свежим. Приятный аромат, кстати. Он никак не выпирает. Быстро выветривается, можно сказать. На первом месте здесь и в том, и в том топиока, крахмал. В обычном сода, бикарбонат, сода на втором месте. А здесь где-то на третьем, на четвертом, по-моему, я считала, месте. И состав натуральные масла, ши, масло, глина, кокосовое масло, воск пчелиный, 100% натуральный кориандр, мята, бергамот и лимон. Это, который я впервые покупала. А этот, который, вот новый, тут тоже такой минималистичный состав. Но очень, я думаю, что он тоже будет очень хорошо действовать. Здесь крахмал топиоки, кокосовое масло, потом кокосовое масло органическое там еще какое-то, наверное. Потом уже идет сода аж на четвертом месте. Коалин, глина, воск и масло ши. Все органическое. Все компоненты органические. Они содержат клютена, фталатов, парабенов. Не используется алюминий, который вредный для нашего здоровья, для женского и мужского, который может вызывать опухоли груди. Забивает организм. Вообще алюминий на весь организм. Он попадает в кровоток, поэтому будет очень плохо на весь организм воздействовать. Не тестируется на животных, что тоже очень важно. То есть он очень этичный, можно сказать, этичная марка. У них есть еще шариковый, но на него я не нашла хороших отзывов. В основном все негативные отзывы, которые на Амазоне есть. Он без соды, поэтому, видимо, он слабее уже. Поэтому не стала я рисковать. Он, по-моему, там и дороже, кажется, там немножко. Еще дороже. Поэтому я вот этот дезодорант рекомендую. Сейчас еще покажу, как он выглядит. Этот с глиной, поэтому он немножечко такой зеленцой. Уже немножко даже подтаивать стал. Но он без запаха. Он реально не имеет запаха никакого. Поэтому можете экспериментировать, пробовать. Я думаю, он многим подойдет. Потому что у меня очень была проблема с дезодорантами. Я многие перепробовала, пока не нашла Real Purity. Но и Real Purity я уже длительно использую. Поэтому все равно всегда хотелось что-то новое найти. И вот я остановилась на вот этом. И сейчас я очень рада. Даже заказала второй следом для чувствительной кожи. Потому что идет лето. Он может, мне кажется, такой все равно консистенции, что его рискованно будет в жару заказывать. А я думаю, что мне даже вот этого одного хватит на все лето. Что-то мне так кажется, что он очень экономно. Потому что он очень экономно расходуется. А еще и второй я заказала. Еще у меня в этой посылочке много всего продуктового. Сейчас я расскажу быстренько, что у меня здесь было. Из кокосового. Здесь у меня такое кокосовое масло от California Gold Nutrition. Отличная очень марка. Это кокосовое масло холодного пресса. На сайте таких не все масла так делаются. Поэтому это масло очень ароматное, вкусное. Я его уже, кстати, заказывала. И на данный момент, по-моему, там скидка даже была. Я заказала. Я в основном беру кокосовый крем. Он удобнее его заказывать, выгоднее. Но это тоже очень выгодная пропозиция такая. Кокосовое масло очень и полезное. Его ложку в день желательно есть. И при диетах его используют. Потому что он выводит трансжиры всевозможные. Вредные жиры. Целлюлита можно избавиться. Его используют и в косметических целях. Используют для волос, для кожи. Те люди, которые, например, не используют химические всевозможные. Или нельзя им использовать вредные какие-то вещества. Например, крем для тела нужен. Если пересыхает кожа, то можно использовать кокосовое масло. Потому что все равно вот эти все крема для тела не могут вредные ингредиенты. Кто боится какие-то гормоны получить с косметикой. Вот они берут кокосовое масло. Так что я рекомендую это кокосовое масло. Оно очень вкусное, полезное. И эта марка очень дает хорошее масло. Оно будет с ароматом кокосовым приятным. Здесь большая баночка 473 мл. Хорошо наупаковано, дойдет оно и в жиру, и в холод. Просто сейчас оно до 20 градусов, оно в твердой такой форме. Когда будет уже свыше 23-25, то оно уже будет полностью жидкое. Масло я в основном это употребляю в пищу. В кашку вложу или, например, в какую-то выпечку какую-то даже вкусную сделать. Будет кокосиком пахнуть. В общем, можно на нем жарить тоже, как бы позволяется, скажем так. И оно, конечно же, диетическое. Его используют для диет. И оно еще идет противовирусное, противовоспалительное, бактерицидное. Само масло оно как бы не должно портиться, потому что в нем есть антибактериальные такие вещества. Как-то оно еще называется, я забыла. Есть, продают БАТ с кокосовым маслом в капсулах. Он идет тоже как противовирусный, поднимает иммунитет, подавляет всевозможные бактерии. То есть масло само по себе, оно полезное. Еще здесь есть кокосовое, ну это тоже мастхев, я часто это заказываю. Кокосовый порошок, такое молоко. Кокосовое молоко в порошке. Его тоже можно вместо кокосового молока добавлять в кашу. Можно добавлять в какао, в кофе. Ну я заменитель кофе заказала. Так что здесь 150 грамм, оно, конечно, его не на очень долго хватает. Но так как оно не очень дорогое, это марка. Вот у них я беру кокосовый крем, кстати, тоже хороший. Состав здесь, как всегда, хороший. Кокосовое молоко, тапиоко, мальтадрексин, мальтадекстрин и гумакация. Такой здесь состав. Добавляется он в напитки, в выпечку можно добавлять. Ну в общем, там, где вам надо молоко. Или просто сделать молоко из сухого. Какой-то рецепт. Ну или можно даже молочную кашу делать. Тоже очень хорошо и вкусно. Еще здесь у меня вот такой, из вкусняшек, вот такой вот цикорий, можно сказать. Я в предыдущей посылке заказывала вот такой ваниль-орех. 75% органический. Здесь цикорий содержится. И всевозможные натуральные добавки. Вот этот как ванильный больше. А этот амаретто. Он там даже есть кусочки орешка. Горький миндаль добавляется. Ну, я думаю, что надо все ароматы перепробовать. Ой, этот прям пахнет. Амаретто реально. Очень вкусная штука. Вкуснее, наверное, вашего кофе какого-нибудь. Потому что, когда он варится, а если его варить, я, например, его бывает просто завариваю в френч-прессе таком. Да, просто в кружке можно заваривать. Потому что сама вкусняшка. Вот это тоже там орешки попадаются даже. Жалко потом выбрасывать. Ну, я в основном выбрасываю. Очень пахнет, очень сильный аромат такой приятный. Когда он особенно варится, если просто его запарить, то он не сильно пахнет. А вот когда он варится, то, конечно, очень стоит такой аромат приятный. Вкуснее даже, чем когда кофе. Очень много добавок. Ну, это так же выглядит. Такие крупинки как бы. В составе здесь цикорий. Еще какие-то там натуральные, как бы, заменители. Органический кероп. Ну, кероп он дает сладость. Это в предыдущем у меня. А в этом органический барли, цикорий, финики, подсластители. Даже есть аэлманс, миндаль, органические фиги. Натуральный ароматизатор Амарета здесь еще есть. В общем, очень вкусный напиток. В прошлом видео я сказала, что кофе очень вредное, что все его пьют. На улице сейчас такая прям реклама. И очень там, ну, немного, но несколько было негативных отзывов, которые люди даже не подозревают. Какая-то атомная бомба. Настоящий кофеин, кофе, который содержится не только в кофе, ну, и в чае, и в шоколаде тоже там есть вещества вредные. Шоколадок вообще, он аллерген очень сильный, потому что там насекомые попадаются. Допускается какой-то процент насекомых, мышиных хвостиков в какао. Так что в производстве это все допускается, все вот эти насекомые. А аллергия, если есть на какао, то это в основном на насекомых. Я под видео оставлю еще хорошую лекцию нашла по кофе. Там приличный очень доктор, который развинчивает мифы про питание, молочку. Она очень много говорит кофеин, у кого диабет, там очень много тоже информации полезной я нашла. Это просто уникальный, конечно, доктор. Ну, у нее немножечко с таким акцентом религиозный, можно сказать. Ну, в основном люди все в Бога верят, поэтому это не страшно. Ну, любой человек, который очень много настрадался, он потом к Богу приходит или еще к чему-то, какой-то духовности, скажем так. Поэтому это можно понять. И она подтверждает мои слова. Даже, в принципе, я узнала от нее того, что я и не знала. Ну, я интуитивно опознала, что это очень вредно. И вся эта пропаганда кофе – это просто истребление народа. И то, что она, кстати, рассказывает о том, что, ну, там, я сказала, что вы, если пьете кофе, то вы детей наркоманами делаете. Она, кстати, подтвердила, что женщины, которые употребляют во время беременности, у них из-за кофеина, там, и вещества, которые в кофе содержатся, небольшими количествами употребляют его, у них выкидыш или очень с плодом потом серьезные проблемы. Ну, в основном, или роды, там, тяжелые, или ребенок недоношен. То, что мы можем видеть сейчас, многие блогеры показывают свою беременность, роды, у них, там, или шестимесячные рождаются, потом они продолжают пить кофе, кормят грудью. Например, там, всякие могут быть еще отклонения, как заячья губа, там, проблемы, там, строением, там, телесным. Ну, в общем, очень много всего. Я не говорю уже, что кофе, оно, если вы выпиваете чашку кофе, по вас не видно, но то, что творится в организме, какая буря, это не передать словами. Даже и там опыт есть, когда паук получил кофеин, и его паутина, как она выглядела ужасно, то есть это даже видно уже по его действиям. Это, конечно, преступление пить кофе для своего организма, а если вы еще пассивно заставляете, подсаживаете на кофеин детей, то это, конечно, непростительно. Поэтому я как бы, вплоть до того, что я буду заказывать его в каждой посылке, чтобы это рассказывать, я не думала, что такой будет, такая реакция будет. Еще мне, кстати, там пишут, что доктора, мы доктора, и мы не знаем. Доктора ничего не знают, потому что они разрешают пить хотя бы одну чашечку, но можно кофе, а потом уже в течение дня пить чай. То, что вот они говорят беременным, это я лично видела, вот. Сами это рассказывают блогеры. Поэтому, какая разница, вы кофеин получили в кофе, вы получили кофеин в чае, вы кофеин еще где-то получили, вы выпили таблетку с кофеином, цитрамон, тоже вы кофеин получили, а кофеин очень сильно разрушает сердце. Поэтому вот, а почему еще люди, например, отзывы под этими же, вот, например, заменители моего кофе пишут, что вот я благодаря этому, он очень вкусный, а во время, например, ну, умные женщины пишут, что я во время беременности и родов, после родов пила его, а теперь я его продолжаю пить, потому что он даже вкуснее, чем кофе. Или, например, такие отзывы. Мне, чтобы избавиться от кофейной зависимости, вот помогает это кофе, это заменитель кофе, этот цикорий. Почему? Почему есть кофейная зависимость? Почему человек хочет избавиться? Да, потому что просто пошли звоночки, или реально уже просто человек, организм его не справляется с кофеином. Кофеин еще содержится в ваших энергетиках. Вы можете давать кока-колу, пепси-колу ребенку, там тоже есть кофеин, еще куча аспартан, который разрушает кости и мозг. Просто читайте то, что написано в этикеточках, там маленькими буквочками под лупу можно очень много интересного найти. Вот, а здесь как бы все, да, здесь, конечно, есть минус какой-то ароматизатор, ароматизаторы есть, ну, натуральные ароматизаторы. Ну, и, конечно, я брала растворимый цикорий на Айхреп, он мне очень нравился, но это не сравнится. Тем более такой процесс кофемана, если вам нравится варить в турке, пожалуйста, этот кофе, он прекрасно варится, и запах очень великолепный. И за здоровью своему не вредите, и даже можете детям давать, и даже дети любят съедать, вот это я читала в отзывах, жмых, который остается от этого кофе. Так что, если вы не слышали такой информации, что кофе вредно, и считайте, что я какие-то говорю вещи неправильные, то прежде чем написать комментарий, пожалуйста. Но вы, кстати, не найдёте. Если вбить кофеин, то сразу выскакивают статьи «Полезный кофе», «Как оно полезно», куча глянцевых журналов вам всё время намекают или рекламируют, что кофе оно то делает, кофе оно то делает. Но включаем мозг, смотрим на свою реакцию. Мне, например, от кофе всегда было плохо, и слава Богу, что я чувствовала, видны вот эти скачки давления какие-то или ещё что-то. Никогда я не могла пить кофе, потом откасалась от него, потому что очень нравится этот вкус. А этот вкус есть вот в таких вот заменителях, можно сказать. Но это не заменители, это природные, натуральные, всегда их люди использовали и такой кофе пили. Кофейный бизнес – это такой же бизнес, как наркотики, как сахар, который тоннами поедается. Кстати, его подслащивать, можно даже не подслащивать. Из-за того, что здесь содержится на первом месте органический кероп, ух, сильный запах, надо закрепить. Органический кероп, он даёт как раз кислинку. Вот сам кероп в чистом виде, по крайней мере, то, что я у нас покупала, мне не очень нравится. А здесь он такую даёт кислинку хорошую, поэтому очень классно подобранный, очень хороший состав, поэтому так вот и вкусно. Ну вот ваниль, ваниль, орех, я не знаю, кто у меня на первом будет месте. Наверное, всё равно я ваниль, орех бы поставила, пока на первом месте. Этот, конечно, очень приятный аморетто, но я, например, не пью алкоголь тоже совершенно, сахар уже не ем. Давно уже так прилично, полгода, можно сказать, это большой как бы уже марафон, скажем так, без сахара. И хочу сказать, что мозги лучше работают, много изменений с организмом, много ещё работает над собой, потому что проблемы всё равно есть. Но это просто, скажем так, это развлечение, можно сказать. Это совершенно, я не в полезных целях, но вот иногда хочется, когда я не ем, например, ничего сладкого, такого я только там, не, ну я что-то готовлю полезное такое, да, ну вот вкусняшки, то вот выпить чашечку такого вот кофе, такой ещё процесс заварить, у меня такая гизерная стояла, ждала своего череда кофеварка, то есть очень даже вкусно получается. Можно себя бы баловать. Так что тем, кто очень, кто очень уверен в полезности кофеина, кофе, я рекомендую пойти по ссылке, которую я оставлю под видео, я уже там под другим видео, где я про кофе говорила, оставляла, особо тем, кого это затрагивает. Но если вас очень сильно что-то цепляет, то разбирайтесь в себе, не надо искать врагов, потому что, если вас сильно цепляет, это значит, у вас какая-то есть привязка, и любые какие-то привязки, и любые какие-то зависимости, они не нужны, вы должны управлять своей психикой, а не какие-то химические вещества. На кофейне все сидят, и врачи это не показатель. Так же само врачи от тех же болезней умирают, которые лечат. Так, еще здесь я заказала вот этой же марки, что кокосовое молоко. Я заказала джекфрут, это такой фрукт, который имитирует мясо. Вот так он выглядит здесь на картинке. На этот раз я заказала в измельченном виде, тут написано, что даже нарисована какая-то котлета. Ну вот, кстати, может даже такой лучше, потому что крупными кусками он имитирует как бы мясо, но совершенно не вкуса не имеет такого, ну вот вид у него такой. По сытости я тоже не могу сказать, что я соевое мясо, например, использую, соевые всякие продукты, типа заменитель мяса, соя, она как бы полезная. Органический здесь джекфрут, просто измельченный, все, здесь больше никаких добавок, потому что на сайте еще есть другая марка, она вот эта джекфрут, барбекю, там какие-то специи, очень такие киски, уксуса много добавляет, его невозможно готовить. А здесь вот вы можете уже сами добавить специи, которые вам нравятся. Он вакуум на такой упаковке, уже измельченный, тут, наверное, какие-то рецепты даже есть. Марка Edvard & Sons произрастает этот фрукт в Индии, вот его с Индии как бы импортируют, видимо. Можно его, в принципе, добавлять как в макароны, какие-то вот делать, может какие-то даже, да, как котлеты, типа вот здесь нарисованы с макаронами, ну, что-то такое. Ну, я не знаю, как он будет, что как связующий, там мне надо почитать, какой они дают рецепт, возможно, какой-то есть. Ну да, они тут дают использовать специи всевозможные, рекомендуют. Крахмал, картофельный, еще какой-то крахмал, растительное масло, ну, в общем, как бы за счет крахмала его. Ну, я тоже крахмал как-то сильно не использую, ну, может какую-то, может муку можно, ну, или крахмал тоже. В общем, я крахмалом сейчас не пользуюсь. А муку я использую только ржаную для хлеба и спельты. Это пшеница дикая, которая не такая аллергенная, скажем так. Вот белую муку я не использую уже давно, то есть у меня сейчас такая философия. Так что попробую. Ну, в принципе, я представляю, какой вкус я уже брала, поэтому я брала просто кусочками, у них там есть более крупные, он получается как говядина, в принципе, выглядит. Но вкуса никакого не напоминает ни мясо, ни имитация, просто как виду, кому это надо для разнообразия, скажем так, рецептов. И здесь еще много набрала специй, которые я всегда беру. Здесь у меня чеснок. Я не усмотрела, что у меня еще полбанки есть, хотя лучше бы я лук взяла. У них очень хороший сушеный лук, это Френсьер марка, вот такой чеснок. Вот у меня еще много осталось, я его пока не буду даже пачку раскрывать. Вот. Очень пахучий чеснок. Это органический чеснок. Есть еще, он есть дешевле, который просто, ой, пахнет, сейчас открыла банку до 2022 года. У него длительный срок, январь 2022 года. Это чеснок органический и есть еще просто чеснок обычный. Я, кстати, сравнивала, думала, ну, сначала брала подешевле, который, так как я его беру постоянно, мне надолго его хватает, наверное, на полгода может это пачкать. И, кстати, меня спрашивали, зачем заказывать сухие, ну, сухие специи, если можно купить или сделать, но я покупала сухой чеснок, у меня нет возможности его самой делать. Это не то, конечно. Этот чеснок очень, вообще у марки Фронтиер, у них такие, как будто свежеприготовленные специи такие, вот я не могу объяснить, у них очень какая-то правильная технология. Норвежская это марка. И, кстати, вот это Симпли Органик, это тоже, кстати, ихняя марка. Я только недавно заметила, дистрибьютор Фронтиер Норвегия. Фронтиер. Это марка Фронтиер тоже. Так что, если вы думаете, что Симпли Органик, специи и Фронтиер это разные, это одна и та же марка. В принципе, специи одни и те же. Ну, сейчас я расскажу. И вот, кстати, я сравнивала обычный, органический, этот все-таки вкуснее. Он даже отличается по цвету. Этот такой более, такой ярче, какой-то немножечко, вот такой вот, с желтинкой. А тут светлее, мне кажется, который обычный. Ну, я обычный уже и не заказываю. Я просто поняла, что этот лучше и вкуснее. Ну, ничего, чеснок всегда нужен. Сейчас идет лето, помидоры с чесноком можно, я везде его добавляю. Я даже, когда делаю малосольные огурцы, там, когда сырые грибы, там делаю, тоже добавляю, как мариную сырые грибы, вот эти шампиньоны. У них еще хороший лук резанный. У меня лук в порошке еще есть, тоже очень классный. Просто можно его добавлять, не надо жарить там лук, готовить. В общем, классный еще лук. Может, еще закажу вот у них лучок сухой. А может, еще какие-то у них классные специи. Но я зациклилась пока вот на этих, то, что у меня сейчас. Еще здесь у меня вот такая специя, Фонтьер тоже, это пицца Сезонинг. Здесь в составе сушеный лук, белый перец, фенхель, орегано, чеснок, базилик, чили перец, петрушка, тимьян, майоран и сельдерей. Это самая топовая приправа, которую у меня, кстати, она сейчас как раз закончилась. Вот смотрите, какая красота. Целый мешок вот таких трав. Я недавно, кстати, наподобие состава итальянские травы покупала, но это не то, конечно. Я баночку не взяла, у меня уже есть пересыпанный. Вот так она выглядит, посмотрите, какая красота. Здесь и сельдерей, и перец, чили, вот этот полезный очень, и чеснок, и тимьян, и белый перец, и фенхель. В общем, все здесь травы. Эта трава очень универсальная, тут написано пицца. Да, и в пиццу, конечно, я ее могу положить, что я сейчас делаю редко, потому что не использую белую муку, а с той мукой, которую я использую, не всегда она нравится мне. Вот, но я ее очень хорошо использую во все блюда, которые только я готовлю. В общем, она очень универсальная, можно и в салат положить, и добавить маринады какие-то там, если вы делаете. И очень хорошо она и в супах, и в борщах. Я ее всегда добавляю, когда делаю, сейчас пошла весна, огурцы вот будут, я добавляю в малосольные огурцы, когда делаю, соленые огурцы, когда делаю, я вот такое люблю. То есть, эта приправа везде идет, она очень пахучая, сейчас вот я раскрыла пачку, мне ее надолго хватает, вот я ее пересыплю, и буду пользоваться, пользоваться и пользоваться. И когда заканчивается, я ее вновь заказываю. Очень классная приправа, она есть вот в таких баночках, вот в таких вот, вот такого продается. Ну, намного выберите взять целую пачку 453 грамма, это будет стоить как 2 или 3 банки вот таких 453 грамма, а здесь в баночке, например, 66 грамм, то есть, выгода очевидна. Рекомендую эту приправу, я ее постоянно заказываю, как только она у меня заканчивается, здесь вот такое мешочище просто. Еще хочу там какие-то травы попробовать, ну, я же беру очень большими упаковками, поэтому справляются с моими, как бы, кулинарными. Небольшими этими штуками вот эти травы. Здесь еще тако, я еще не открывала. Тако, очень вкусная приправа, наверное, мне здесь нравится, что такая нотка у нее, ну, тако, это такое, такие делают лепешки, да, и приправа тако создает вот этот вкус. Здесь в составе обезвоженный лук, чили, перец опять же, чеснок, что-то видно кукурузное, чеснок, паприка, тмин есть, вот как раз тмин дает, очень вкусный, вкусный такой аромат дает, привкус еды, все это перемолото, томатный порошок, орегано, лимонная кислота, добавлено, каинский перец, остринку дает, да, это приправа остренькая, но ее очень мало надо положить, но вкус она дает очень классно, и тоже она для меня очень универсальная, я тоже ее во все кладу, ну, кроме, кроме, конечно, этого, ну, маринованной огурцы, она не подходит, наверное, вкусу, ой, я сейчас открыла вот этот тмин, вот этот запах тмина, ну, вообще, очень вкусно, в плов ее даже можно положить, вот так она выглядит, сейчас я, вот так она выглядит, это у меня чуть-чуть вот осталось, я ее как раз ждала нового поступления, вот так она выглядит, такой порошочек, свеженький такой порошочек, не пересушенный, очень свежие, такие сочные, скажем так, эти приправы, если, например, чеснок этот положить в салат, или на помидор, то он набирает влагу от, например, салата или помидора, и превращается в свежий просто чесночок, очень удобно, если не хочется нарезать, возиться, и, кстати, от него нет вот этого крепкости чеснока, такой запаха изо рта, как от свежего, вот этого не будет, поэтому, когда, например, день вы хотите чеснока, поесть этот сухой, очень хорошо поможет, и вот такая тако приправа, очень она приятная, с красным перчиком, с помидорками, с тмином, очень тмин тут дает такую нотку, вот он очень хорошо выделяется, и чили перец здесь, получается, после лука, по приправам решила, скажем так, план, все позаканчивалось почти сразу, а это копченая паприка, знаменитая копченая паприка, есть такая у Фронтир, тоже вот этой марки, в баночке, есть, по-моему, эта паприка и в больших упаковках, но она очень ее надолго хватает, и я пока беру вот так ее, в Симпли Органик, она, по-моему, выгоднее по цене, ее больше здесь по весу, и, по-моему, она ниже по цене, но хотя, опять же, я же говорю, это одна марка, я думаю, что одни и те же расфасовки, здесь вот запломбировано все, пахнет копченой паприкой, копченым пахнет, здесь вот такой сифер, дозатор такой, можно больше сыпать, можно меньше, вот это открывается часть, можно больше сыпать, его лучше по чуть-чуть, чтобы не переборщить, он создает такой копченостный аромат, я сильно его много не использую, но на всякий случай, в некоторых, например, очень тофу хорошо посыпать можно, он же безвкусный сыр, тофу, что-то такое, что не ярко выраженный вкус, имеет аромат, вот это очень хорошо подойдет, так что вот такие очень качественные приправы я заказала, как всегда, я их показываю, но я их заказываю редко, потому что мне их надолго хватает, вот очередная закупка была, еще, еще, наверное, я бы заказала лук, вот этот, который, там лук есть в разных видах, порошки, мне больше нравятся, кусочками нарезанные, и еще там есть приправы, тоже вот такие, типа как пицца, сезонин, вот это, наподобие там есть такие травы, тоже итальянские травы, еще что-то, там, ну, в общем, такую можно еще попробовать, ну, это будет подобное там по составу, поэтому, самое такое, что разнообразие, это мне дают эти травы, без чего я не могу, вот это все вот эти, без чеснока, вот этого, таку, очень хорошо используется, надолго хватает, приправа для пиццы, чеснок, самые такие у меня ходовые травы, ну, а паприки вот этой копченой надолго хватает, я, насколько знаю, многие знают от этой паприки, о паприке копченой от Джейми Оливера, но у нас она, кстати, тоже я видела, продается, поэтому можно и у нас покупать, там, где рассыпную продают специи, ну, такой у меня был обзор продуктов, спасибо за внимание, спасибо, что используете мой купон на скидку SJS024, при первом заказе он дает сейчас 10% скидки, при последующих просьба тоже вводить, потому что сейчас Айхерб вроде как решил отменить скидку, просьба вводить его, мне хоть какая-то польза может будет, а со временем, я думаю, вернут обратно, как всегда, скидку по реферальному году, они сейчас просто опять, наверное, решили привлечь новых покупателей, спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok